Доброго дня! Доброго дня! Давайте представлю. С нами здесь сегодня председатель областного татарского общества «Тугантель» Ильяс Шакуров. Здравствуйте! Так, с нами также здесь имам исторической мечети городского округа Самара Наил Хазрат Бектаев. Здравствуйте! Также с нами здесь редактор районной газеты «Камышлинские известия» Рустам Батрудзинов. Здравствуйте! Добрый день! И заместитель директора школы «Яктылык» Инзеля Гизатулина. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, поводов у нас много, как всегда. С пустыми руками никогда не приходите. И с пустыми-то, собственно, новостями тоже. Всегда жизнь кипит, у вас бурлит. Что-то интересное происходит, происходило, будет происходить. Ильяс Гумерыч, ну вам слово традиционно. Ну, мы безмерно благодарны телекомпании «Самара Гиз», которая на сегодняшний день является единственным нашим таким информационным партнером в телесфере, где мы можем приходить, рассказывать о событиях татарской жизни, объявить какие-то анонсы, рассказать о каких-то новостях. Мы безмерно за это благодарны. И городской администрации, руководство телекомпании. Будем надеяться, что это будет продолжаться. И мы и далее будем просвещать, рассказывать о событиях жизни татарской общины, которая, к слову, является второй в Самарской области. 127 тысяч человек татар проживает в Самарской области. Что и дальше будет такая возможность. И мы будем рассказывать о событиях и духовной, и культурной, и спортивной, и экономической жизни татар в Самарской области. А в некоторых случаях и не только татар, но и тех народов, которые с нами проводят какие-то мероприятия, и реализуют какие-то проекты. Конечно же, непосредственным поводом для того, что мы попросились на эту передачу, был тот, что в третий раз уже на территории единственного муниципального татарского района, на территории Самарского области, Камышлинский район, будет 29 августа проводиться конно-спортивное соревнование «Большой приз-2015». Об этом подробнее расскажет нам представитель Камышлинского района. Конечно же, мы не можем оставить в стране подготовку к событию такому, это второй из самых больших наших мусульманских праздников, это Курбан-Байрам, который состоится 24 сентября, об этом расскажет Наиль Хазарет. И единственный на сегодняшний день школы, где татарские дети, там их порядка 20 тысяч татарских детей на территории Самарской области, вот 470 детей в этом году будут изучать, в том числе и татарский язык. Вот она такая, к сожалению, одна, и для городского татарского населения Самарской области мы работаем над тем, чтобы появилась вторая, там появилась школа в Тольятти, Новокурске, в Сызрани, но это все пока, к сожалению, в стадии переговоров и реализации. Ну вот, в общем, вот так, а уж потом, если что-то такое добавить, я дополню. Давайте, раз у нас тут недалеко, 1 сентября, я так понимаю, что школа готова, что вы уже готовы принимать и новых своих учеников, и уже готовы рассказать, как вы провели лето, ведь ученики тоже будут об этом писать. Вам слово, давайте рассказывайте, что интересного было летом. Спасибо большое. Наши ученики ежегодно отдыхают в здравительных лагерях, в профильных сменах городского и регионального значения. Ежегодно у нас работает пришкольный лагерь Нур с дневным пребыванием, где проводятся мероприятия различного рода и, конечно же, национальные мероприятия, в том числе и с всеми любимой Сабантуй. Мы очень плодотворно сотрудничаем с Центром внешкольной работы «Поиск» и ежегодно выезжаем в межнациональную смену «Ширий круг» в лагерь «Арго». В этом году также организовывала смена школы активистов-музея. И хочется, конечно, поблагодарить департамент образования городского округа Самара за организационную поддержку и организацию детских лагерей, профильных смен. В этом году наши дети были одарены путевками на теплоход «Самара-Волгоград». Дети после этой поездки с восторгом рассказывали о мероприятиях, которые проводились там. Также у нас дети под руководством Юсупова Руслана Ильевича. Наши спортсмены отдыхали в лагерях «Союз», «Волгаренок». Для них были организованы учебно-тренировочные сборы. Также у нас организовывалась этнокультурная смена с речевой практикой. Это что такое речевая практика? На каком? На татарском языке? На татарском языке и с изучением религии. В оздоровительном лагере «Золотая рыбка» очень организационные моменты, очень хорошо прошли. И вот хочется отметить палаточные лагеря. У нас дети уже второй год ездят в межрегиональный палаточный учебно-оздоровительный лагерь «Болгартуантель», который проходит на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в Спасском районе Республики Татарстан. Также в августе организовывалась поездка детей во второй межрегиональный форум интеллектуального творчества «Аугайдель-РФ», который проходил на берегу реки «Аугайдель» в Актанежском районе. Также у нас дети выезжали в лагеря, тоже организованные Министерством образования Республики Татарстан, «Милет-Весхазина-Ляре-Сокровища нации», «Селет-Раушан» и многие-многие другие. Спасибо, конечно, организаторам, особенно Министерству образования Республики Татарстан, то, что вот они вот так вот заинтересовывают детей вот именно по этнокультурному направлению. Но уже известно, какое количество первоклассников вы будете принимать в этом году? Да, у нас в прошлом году училось 453 ребенка, в этом году 470 детей. В нашей школе будут получать образование дети. 54 ребенка пришли в первый класс. Это, конечно, хороший результат, но вот как уже Илья Сгурмирович отметил, маловато места, не помещаемся. Хотелось бы расширению, в конце концов. Ну да, вы знаете, я просто, я не строитель по специальности. А то бы построил, да, уже школу. Нет, потому что я смотрю, вот сейчас обсуждается же вопрос, вот начали строить несколько школ новых жилых массивов городского округа Самары. Я смотрю, значит, норматив обеспеченности школьными местами, это 18% отчисленных проживающих на той или иной территории. На территории городского округа Самара проживает около 40 тысяч татар. Если взять тот же самый 18%, получается, вот 7200 мест, по идее, должно бы быть для детей, которые хотят учить, в том числе и татарский язык. На самом деле, в городском округе Самара всего одна школа, где, по идее, должны учиться меньше 400 детей. И то, что 470 детей, это значит какое-то обострение. Где-то, может быть, вторая смена будет, где-то какое-то уплотнение, где-то какой-то кабинет, какой-то кабинет, который положен был бы быть, его не будет. И, конечно, мы все-таки очень надеемся, вся татарская общественность, татарские общественные организации, мы очень надеемся, что вопрос, который вот он как бы сейчас в стадии проработки, разработки, он разрешится, что, ну, или мы действительно какое-то помещение получим под организацию деятельности второй татарской школы на территории городского округа Самара. Вторая школа чем хороша, то, во-первых, они между собой будут соревноваться, потому что школа и актелы показывают по всем показателям лучшие показатели. И по сдаче ЕГЭ самые высокие баллы, там будет даже ступальник по русскому языку. И даже вот сейчас вот недавно был директор школы, пришел в совещание по подготовленности школы к зимнему сезону, к новому учебному году, школа и актелы в числе лучших прозвучала. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы, а если еще не буду, будут соревноваться несколько школ между собой, и самое главное, родители, проживающие на территории мегаполиса, миллионного города, будут иметь возможность отдавать своих детей в ту или иную школу под транспортной доступностью. Потому что некоторые дети, некоторые родители и дети, я думаю, тратят время на то, чтобы добираться до школы актелы, и час, и полтора, и два в день, может быть. Но все-таки для Самары это не совсем нормально и не совсем адекватно. Поэтому мы надеемся, что вот этот норматив обеспеченности школьными местами как-то будет учтен, что действительно мы вопрос по созданию, по организации второй школы в ближайшее время разрешим, потому что сегодня еще есть дети, дети-родители, которые переехали из татарских сельской местности, и у них есть и желание, и возможности, и навыки пока еще учить татарский язык. А еще 5-10 лет, и, к сожалению, все будут хотеть учить только русский язык уже. Хорошо ли это будет для самоосковости? Я не думаю, честно говоря. Мне кажется, то национальное моногабаре, за которым мы часто слышим, что 157 народов и национальностей, это, безусловно, нагрузка и на бюджет, и на органы управления власти, и на структуры, и на правоохранители, и на какие-то другие структуры. Но в то же время это действительно богатство нашего края, нашей Самарской области, и это богатство, мне кажется, нужно сохранять. А чтобы сохранить, получается, нужно все-таки, чтобы и татарский, и мордовский, и чувашский языки, они имели право на жизнь и получили возможность развиваться. На сегодняшний день, к сожалению, татарские дети имеют возможность сохранять свой язык дома с родителями, если они как-то еще успевают, и могут говорить, да в селах, если есть у них родственники в селах, ТНВ, которые спутники в кабельных сетях, а вот поговорить где-то в татарском доме культуры, или прийти в татарскую школу, там, в коридорах поговорить, там, такой возможности нет. Да и мечеть, они уже становятся не столько татарскими, сколько чисто мусульман, потому что по удельному весу людей, которые в мечетях у нас бывают, татары уже кое-где, небольшинство, и мне кажется, для того, чтобы вот эти мусульмане были лояльные, местные, патриотичные, и татары бы сохраняли свой родной язык, и могли разговаривать, имели возможность учить его, это, безусловно, благо в целом для общества, как и Самарской области, так и Российской Федерации. Применительных школах, конечно, 470 детей, я еще раз говорю, это не есть хорошо. Ну, еще один момент, я знаю, что там все-таки какие-то вопросы, я уже хочу обратиться к меценатам, возможно, вот ко мне обратились, обратился новый учитель физики школы арт-лэк, все-таки обеспеченность принадлежности к кабинету физики, оставлять желать лучшего, конечно же, с учетом того, что действительно сейчас правильный крен делает в сторону технических специальностей, медицины, биологии, физика, химии, я думаю, что те люди, которые помогут оборудовать этот кабинет, и татарские дети будут выигрывать медали на российских, федеральных, там, на международных олимпиадах и конкурсах, это будет, опять же, хорошо всем, да. Конечно, в плюс, в зачет. Это в плюс с тем, что как должно изменяться вообще образование на территории Самарской области, поэтому кабинеты физики, химии, меценаты, которые у татарского народа всегда было в изобилии, достаточно они были, проявят добрую волю, свяжутся со мной или с директором школы, и мы этот вопрос все-таки решим. Ну, все-таки мы надеемся, конечно, какую-то часть оборудования попросить все-таки у Министерства образования, я думаю, что там какие-то подвижки тоже возможны. Ну, по школе, наверное, вот так все. Да, я хотела еще, наверное, попросить нам показать фотографию, Анзеля принесла к эфиру, о том, как, в общем-то, дети отдыхают в лагерях, как замечательно и плодотворно, самое главное, проводят время. Друзья, ну, а если вы, может быть, имеете свое какое-то мнение по поводу школы Екатылык, позвоните нам, выскажитесь, 202-11-22, может быть, поддержите наш разговор, выступите тоже с обращением по ту сторону экрана, звоните, 202-11-22. Давайте посмотрим фотографии до школы Екатылык и, собственно, ждем ваших комментариев, что это было и где это было, рассказывайте. Это вот у нас школа музейного актива, которая организовала, сдают тур в лагере Арго, также профильная межнациональная смена шире группы, это у нас группа театра танца Елдес, вот у нас детишки здесь в творческих мастерских работают. А они вот эти все мастер-классы, какие-то встречи, это все на татарском или на русском? Нет, это межнациональная смена, каждый народ организовывал свои вот такие вот точки, творческие мастерские. Ну, а вот вопрос такой, как много, может быть, желающих было в этом году в том числе тоже поступить в школу? Да, был какой-то конкурс? Ну, естественно, у нас конкурс всегда очень большой, но так как у нас единая программа СУРСУО, все желающие попадают, а уже когда у нас уже набор произвел, вот сейчас у нас те дети, которые уже не входят, не могут попасть, потому что у нас места уже нету, да, к сожалению. Представляете, какое сожаление в семье, какое, может быть, сожаление у ребенка, когда он хотел, может быть, учиться там, где учатся его сосед или сосед. Более того, дело в том, что подготовку первого класса проходили, это около ста учеников, около ста учащихся, из этих ста, которые учились, которые учили, какие-то навыки, Алифбу даже проходили, может быть, татарский алфавит проходили, из них, из этих ста только 54 попадают в школу. Конечно, это, ну... Это очень обидно, да. Как вуз конкурса у вас, два человека на место. Вот это да. Ну, друзья, в любом случае, тема школы диктылки, я думаю, мы будем развивать и как-то всячески поддерживать. Ну, нельзя без внимания данное направление оставлять, но мы сегодня еще собрались поговорить о других важных мероприятиях, которые тоже будут проходить, и не без поддержки татарского сообщества в нашем городе, в области, вообще в регионе у нас 29 августа. Все верно, замечательное мероприятие, я думаю, нужно о нем рассказать обязательно. Рустам, вам слово, что, где, когда состоится, и, собственно, куда вы всех приглашаете. Да, действительно, 29 августа 2015 года в Камшинском районе в селе Камышва будут проходить уже ставшие традиционными конно-спортивные соревнования на Кубок Камышинского района. Большой летний приз 2015. Партнером и генеральным спонсором данного мероприятия выступает ООО «Газпром Трансгаз Самара». Соревнования призваны способствовать развитию коневодства и популяризации конного спорта как в Камышлинском районе, так и во всей губернии в целом. Главная направленность Камышлинского района – это сельское хозяйство. Но и коневодство долгие годы служит традиционным занятием камышлинцев. Многие местные жители и сейчас разводят лошадей и постоянно участвуют в различных соревнованиях. На гостеприимной Камышлинской земле данное соревнование уже проходит в третий раз. Надо отметить и то, что на гербе района изображен черный бегущий конь с золотой гривой и копытами. Почитание к этому соревнованию у татарского народа, проживающего в муниципальном районе, не отнять. Так, не отнять и безграничный вбик в лошаде. Всего планируется 11 заездов российских пород, арабских и полукровных скакунов. Отдельные заезды будут организованы для скакунов местных пород. Начало соревнования будет в 11 часов. Просим всех добро пожаловать на данное соревнование. Всех приглашаем. Я так понимаю, мы видим сейчас на экране фотографию с прошлого года, с прошлых соревнований. Илья Гумерыч, вы там присутствовали, я знаю, даже награждали кого-то. Какой вообще тема скачек и тема всяких таких подобных заездов и так далее во всем мире позиционируется как нечто модное такое, вот, такое светское, наверное, отчасти. Здесь вот каков, может быть, уклон этого мероприятия? Ну, я вам скажу, я же сказал, что повод для того, чтобы прийти, напроситься к вам на эту передачу, был как раз от того, что я получил письмо о том, что просим вас оказать содействие, выступить спонсор данного мероприятия. Ну, и, конечно, и от ипотечной земельного банка, и от остаток содействия татарским предпринимателям в Самарской области, помогли, как могли, в нынешний трудный период, кризисный. Ну, а потом, я смотрю, мы повесили на своем сайте сам ТАТ-Ньюс информацию, что будет конно-иссортивное соревнование. Но, к сожалению, сам ТАТ-Ньюс посещает день, ну, 500-600 человек. Газеты «Бардамлек», где даже есть объявление такое было, читают, выписывают 2900 человек. То есть, основная масса населения Самарской области, и русского, и казахского, и чувашского, и мордовского, и еврейского, и татарского, не имеют этой информации. Поэтому мы пришли к вам, чтобы народ об этом узнал. Я думаю, три дня все-таки достаточно срок для того, чтобы принять решение здесь поехать и посмотреть. Тем более, там, дорогу чуть-чуть сейчас подремонтили, хорошая дорога. В конце концов, можно через Поксин поехать. Ну, два часа туда, два часа обратно, да, это время. Ну, там и организация торговли, и питание, все будет организовано, народ там достаточно бывает много. Но на территории Самарской области другого ипподрома, и других таких вот, другого места, где будут такие конно-спортивные соревнования, конные бега, практически нет. Ну, бывает на сельских сабантоях, в селах Самарской области, иногда бывают проходы. Но они по масштабу, по количеству участников, конечно, не сравнят с этими. Там, насколько я знаю, зарегистрировано более 50 наездников уже. Из разных регионов, да, я подглядела. Да, и то, что спонсором все-таки генерально выступает Самара, Трансгаз Самара, понимаем, что одна на сегодняшний день, это богатейшая пока все еще сфера предпринимательской деятельности. Я думаю, что и призы будут хорошие, и, значит, и участники будут достойны. Поэтому мы... По крайней мере, у них будет стимул, да, как-то проявить себя. Приглашаем посмотреть, будем очень надеяться, что с погодой нам повезет, приглашаем посмотреть, у кого возможности есть поучаствовать, поболеть, да, в конце концов. Отметьте, побывать на природе, потому что, действительно, там нет никакой промышленности, абсолютно чистой экологии. Прикупить лошадей. Никаких тех примесей, никаких тех газов, никаких ничего нет. Пыль только. И угощать будут натуральными продуктами, да, сельскими, которые комышленности, которые сам выращивают. Поэтому считаю, что нужно обязательно поприсутствовать на данном мероприятии не только татарам. Мы обращаемся, естественно, к своим соплеменникам, в первую очередь, но и всем зрителям телекомпании. Единственное, которое нас уважает и приглашает на свои передачи, Самара ГИС. И еще хочется добавить, что в этот же день будет, насколько я знаю, осуществляться открытие нового моста. Через рекусок. Через рекусок, да, который вот достроен благополучно все-таки. Значит, еще одно событие. Мы хотим сейчас, я думаю, совместно будем работать с руководством района, с главой администрации ПЗБ Гудина, Рафаэль Камиловичем, его командой. Потому что на следующий год будет в новой истории 25 лет Камышлинского района. Район, вообще-то, гораздо старше, но вот в новой истории, вот получается, 25 лет, 91-го года, этот район восстановился момент воссоздания, да. Я думаю, будет программа мероприятий, и Сабантуй, соответственно, будет под этим ракурсом проходить, там юбилейный Сабантуй. Масштабы, конечно. Я думаю, что все бывшие выходцы из села Камышлов, которые живут в других регионах, которые живут в Самаре, мне кажется, нужно приобщаться к данному мероприятию, чтобы потом не говорить, ну а как же, я не знал, а я вот это сделал бы. Как обычно бывает в мероприятиях, мы бы лучше вот так сделали, мы бы еще вот это прибавили, мы бы этих пригласили, мы бы вот это построили, мы бы вот такой подарок бы сделали, чтобы таких разговоров не было. Мы сегодня говорим об этом за год до данного мероприятия. За год, друзья, чтобы уж точно успели. 202-11-22, телефон прямого эфира. Я предлагаю сейчас, как говорится, в тему лошадиную, так скажем, еще раз всех вас пригласить 29 августа в Камышлинский район, село Камышла, на удивительное мероприятие. Ну, в общем, разыгрываем мы сейчас пригласительные билеты на спектакль в Театр Самарская площадь 28 августа «Богатые невесты». Смотрим на экран, что же мы видим, кадр из какого мультика, как зовут этого выдающегося скакуна. Если узнали, звоните 202-11-22. Ну, собственно, будем ждать ваших телефонных звонков. Предлагаю сейчас, в общем-то, обратиться к нашим жителям, к горожанам с таким вопросом. Мы им задали вопрос, как вообще давно вы читали какую-либо книгу, что-то вспомните, нам расскажите. Предлагаю посмотреть, а потом вернуться в студию. Каждый день с детьми. Двое деток. Ну, а вообще, по сфере своей деятельности читаю постоянно. Ну, именно по работе в основном. Но, хотя вот недавно тоже параллельно читаю. Читала «Алхимика», читала «Вероника желает умереть». Ну, то есть, вот, есть желание. Каждый день беру. Только сейчас выпустила из рук. Еду и читаю. Сейчас не так книг, надо выживать как-то. Читаю все время. Всю жизнь. Только утром брала. Читаю все время детективы. Люблю очень читать. Вот поэтому я всегда, у меня много книг взять не приносит. Сама я не покупаю. Год четыре, лет пять назад, наверное, где-то. Дня три назад. Художественное. Что читали? Ну, это детектив. Какое название, не помню. По-моему, из зарубежных. Загата Кристи. Газеты читаю, книги нет. Прессу все читаю. Мне доставляют прямо с типографии. Сегодня. Что читал? Это... Сейчас вспомню. Про полиграф... полиграфча. Как называется-то? Собачье сердце? Во, да. Жака Лондона. Третий том перечитываю. Раз в два-три в неделю, да. Вот время есть вечером в основном, когда уже тишина вокруг. Сегодня утром брал. Такую читаю, но я художественную литературу сейчас редко читаю. Сейчас я эзотерикой увлекаюсь, так что с этой связанной книгой читаю. Ой, давно не брал, давно. На даче занимаюсь в основном, а там некогда читать. Ой, не читаю. Лучше не спрашивайте. В последнее время некогда читать. Вот пойдем на пенсию читать будем. 202-11-22. Телефон прямого эфира. Пару минут назад был вам задан вопрос. Что же за выдающийся конь, изображен на этом кадре из мультфильма, нужно назвать и коня, и мультик. Звоните 202-11-22. Ну а мы всех вас еще раз приглашаем в Камышлинский район 29 августа на скачки. В 11 часов начала приезжайте, приводите, привозите детей. Может быть, действительно откроете для себя что-то новое. Скачки это, ну, какой-то, мне кажется, такой наш традиционный, исконный какой-то такой вид проведения досуга. Мне кажется, еще при разных царях сколько всего было. Все ходили на скачки, все болели. Во многих, кстати, книгах, которые вы, я так полагаю, давно уже не читали, как раз-таки вот очень многие герои на скачках-то и встречаются. Так что, друзья, дерзайте. Но я знаю, мы сегодня еще одну тему будем поднимать, тему важную, насущную. И, собственно, будем передавать слово нашему следующему гостю. Напомню, это имам исторической мечети Наэль Хазрат Бектаев. Наэль, ну вам слово, давайте рассказывайте. Что, к чему готовитесь, что порекомендуете, посоветуете? Ну, во-первых, хотел поблагодарить телекомпанию ГИС за то, что постоянно приглашаете. Также за несколько дней до Рамазан Байрама, пригласив, объявили, анонсировали. Благодаря вам многие люди узнали о празднике. Приближается Курбан Байрам. В этом году он приходит на 24 сентября. Ну, прежде чем Курбан Байрам, это событие предвеста паломничества и Мекку. Наши самарские мусульмане готовятся к паломничеству. В этом году при духовном управлении мусульман организуется паломничество и Цветой Землю, и Мекку, и Медину. 12 сентября. Много народа едет? Ну, несмотря на кризис, достаточно народа в этом году. Сейчас точную цифру не могу сказать, потому что каждый день пополняется. Как известно, Ахадж является одним из толпов ислама. Он предназначен для состоятельных людей, у кого есть возможность раз в жизни совершить паломничество. А паломничество – это не просто туристическая поездка. Там человек, очистившись, видит, что перед Всевышним Богом нет никаких разностей. Какие социальные слои населения представляет человек, какой национальности, какой цвета, кожа, раса. Все братья, все в одинаковых белых одеяниях, как будто символизируют такой оплот братства, что, к сожалению, мусульманам в последнее время не хватает. И кульминацией этого праздника событий является Курбан-Байрам. Курбан-Байрам – это праздник жертвоприношения, праздник более древний, восходит к общему нашему пророку, иудаизму, христианству, исламу, Аврааму и Ибрагиму, когда Господь повелевал заколоть, принести жертву своего сына, Исмаиля. В последний момент эта жертва была заменена агненцем. Ну, как бы испытание человечества, но исламские историки говорят, пророк Авраама обитал в такие времена, когда был рассвет в Древней Вавилон, в Древний Египет попал, где очень было распространено человеческое жертвоприношение идолам. Как бы тем самым Господь заменил это ужасное жертвоприношение, когда людей, молодых девушек, юношей бросали в реки или прочее. Приближение Господа целью жертвоприношения, это животных. У нас в нашей религии это либо баран, либо корова, либо верблюд. И тем самым как-то это мясо раздается уже нуждающим людям, тем самым проявляя сострадание и милосердие. Как бы ни говорили, что Курбан-Байрам такой кровавый праздник, грязный праздник, жестокий праздник. Но вот уже смысл милосердия, потому что многие люди сейчас не имеют возможности купить килограмм мяса, позволить себе что-то, приготовить праздничный стол. У нас есть два праздника, это Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам. И в обоих праздниках у нас главной целью помочь ближнему человеку, помочь своему соседу, помочь нуждающему человеку. И как бы обеспечить в одном смысле продуктами питания, первый праздник Рамазан-Байрам, а второй Курбан-Байрам обеспечить мясом нуждающих людей. И тем самым приглашаются родственники на торжественные мероприятия, соседи приглашаются, другие люди приглашают. Тем самым укрепляются родственные связи, укрепляется добрососедство. Люди уже как-то более посетительные, уважительно относятся друг к другу. Вот такая как бы краткая история о празднике Курбан-Байрам. И 24 сентября, напоминаю, будет во всех мечетах Самарской области проходить это грандиозное событие. Всех правоверных братьев и сестер ждем в храмы Божьи для совершения праздничного богослужения. — Ну а как вот обычная татарская среднестатистическая семья готовится к этому празднику? — Ну, среднестатистическая семья начинает думать, а где же купить этого барана? Или это жертвенное животное, кроме барана? В принципе, этот вопрос нужно начинать уже решать сейчас. Кстати, в мечети как раз принимают заявки, получают на закупку жертвенных животных. При мечети, соборной мечети, по крайней мере, точно оборудована специализированная бойня, где все соответствует требованиям СанПИН, где нет чужих взглядов, где нет. Это не выставляется на всеобщее обозрение, где такой в интимной обстановке, при владельце жертвенного животного, который хочет принести такую жертву, при нем прочитают дуа, и при нем же принесут, осуществится, то, что должно произойти с этим животным. А как раздавать мясо? Уже человек может получить все мясо и сам уже раздавать там кому, как полагается. Треть родственникам, треть нуждающим, треть оставить в своей семье. И все остальные моменты. Кстати, можно, свое жертвенное животное, конечно, туда не привезти нельзя. Пока есть татарские деревни, конечно, большинство этих жертвенных животных приносит именно в татарских деревнях. Это вот Попхинский район, Камышлинский район, Кошкинский район, Голуховский район, где есть татарские села, их порядка 33 татарских сел, они живы еще, и туда возвращаются люди. Поэтому, кстати, получается, что в мечетях на территории городского округа Самара действительно очень много ни татар и ни башкир приходят на этот праздник, потому что большинство наших соплеменников уезжает на этот праздник, как бы, как говоря по-кавказски, свои родовые гнезда, свои родные села, и там действительно мечети тоже. Там на улице народ, там, допустим, у нас в Сёплом Стане, в моем родном селе, три мечети, там на каждой мечети, там 100-200 человек собираются, наших уроженцев села, которые приезжают на праздник именно сюда, в родное село. Возвращаются, как говорится. Возвращаются в родную село. Более такой семейный праздник. Это семейный именно праздник, да? В деревне Курбан-Байрама более в деревне удобно проводить, потому что обряд жертвоприношения, и здесь же сразу после выхода из мечети принято у нас посещение могил близких людей, это в основном тоже стараются у нас татары, как бы, своих родных, родовых гнезда хоронить близких людей, естественно, уже сразу удобно все. И в своем кругу с родственниками вместе праздник отметить, и посетить могилы, и здесь же принести жертвоприношение, и здесь же уже мясо распределить нуждающим людям. Также, как бы, есть люди, которые полностью оставляют себе, потому что по своим возможностям есть люди, которые полностью жертвуют, другим раздают, ничего себе не оставляют. Это, как бы, выбор. Но, как отметил Илья Сгумирович, и как нам рекомендовал наш пророк, мир ему и благословение Всевышнего, то есть самое желательное рекомендуется на три части разделить, одну себе оставить, не обделяя себя, не обделяя других, и также приготовить угощение, где нужно пригласить близких друзей, родственников. Соседей, кстати, даже независимо от восповедания, то есть угощать можно, с кем ты живешь, ты тянешь рямку жизни. Дочь пророка Фатыма спросила у отца своего во время праздника жертвоприношения, кому первый кусок мяса дать, пророк рекомендовал настоятельно дать соседу иудею. Неожиданно. И у меня бабушка покойная всегда говорила, первые на праздничном столе кусок пирога, кусок беляша, отнеси соседке христианке, либо иудейке. То есть, слава Господу, мы в Самаре живем в таком как бы мирном отношении. Истоке одной религии. Истоке одной религии. То есть у нас люди, хадж, то же самое, хочет показать людям, что нет никакой социальной возвышенности, нет никакой национальной возвышенности. То есть расовая отличаемость. Все люди едины, все от единого предка, от единого отца Адама и матери Евы происходит все человечество. Рустам, ну вот у вас, Камышле, как готовится к этому замечательному празднику? Точно так же. То есть вы как бы... Начинается купать барашек. А вот у вас в семье что делать? Может быть, что-то готовят, что-то как-то украшают? Мы с отцом тоже заранее ищем, обзваниваем, у кого есть на продажу готовые бараны, ну, чтобы зарезервировали, потому что спрос большой. Резерв баранов. Да. Так. Потом уже назначенный день идем, привозим, и у себя дома, во дворе, привозим за бой. Есть предприниматели, мусульмане в татарских селах, казахских селах. Они прямо целые тары выращивают. Они, в принципе, все эти татары на этот праздник распродают. Это у татар у нас называется гаэткене. Это ураза гаэте, вот, по которому мы с вами приходили. Это кырбан гаэте. И вот действительно, это праздник. И, конечно, в эти дни люди стараются отпроситься с работы. Есть у нас, к сожалению, в отличие от Татарстана или Крыма, это не официальный выходной, но как-то люди все равно пытаются на этот день, в эти дни себя освободить. Хотелось бы тоже... Да, я хотела тоже спросить, а у вас какие были воспоминания или что-то еще? Да, в том году у нас вот в рамках празднования Дня пожилого человека, у нас совпало вот с праздником Кырбан-Байрэм, и мы, пригласив дедушек, бабушек, наших учащихся, накрывали им столы, вот как раз из жертвоприношенного мяса, да, у нас и учителя, и учащиеся приносили, и мы готовили вот такие вот праздничные столы для наших пожилых, пожилых, как бы дедушек и бабушек. А что они рассказывали, интересно, вот, может быть, делились какими-то своими вспоминаниями, как у них в селах это раньше или где-то проходило? Ну, у нас вот когда мы празднуем такие мероприятия, у нас обязательно выступает, вот, у нас в том году был приглашен Расих Хазрят Вакказов, и вот он вел вот это вот мероприятие, рассказывал, у нас вот тут татар говорят в Агазляр, что и детям проповеди, да, и что и детям познавательно, ну, и для нас самих учителей тоже так же. То есть вы все вместе, да? Это имам мечети Запчениновки, у нас вот несколько мечей, может, их надо озвучить, какие мечети у нас в Самаре будут работать в день, где можно, и во сколько будет праздничный намаз, да? Да, у нас как раз время есть только... Пока по времени праздничного намаза еще не определено, это в районе 6 утра будет, потому что день идет к куболе, к куболе, и в мечети у нас в семи местах в Самаре будет происходить праздничное богослужение, это в первую очередь соборная мечеть на улице Старозагор, это наша историческая мечеть, улица Алексея Толстого, 61, старая мечеть, как мы ее называем, на промышленности улица, на Крижо, где мечеть на Крижо, мечеть на Мизаводе, мечеть на Зубчениновке, вот в этих местах будет проходить праздничное богослужение. Ориентировочное время в 5.30 утра, если люди приедут, то успеют на праздничное богослужение 24 сентября. Праздник длится около трех дней, но по обычаю у нас татары любят наш урок, и нам могут отмечать этот праздник, у нас говорят, Карбана, месяц Карбана, стараются каждый сделать у себя мероприятие, приготовить угощение, позвать родственников, это, естественно, конечно, в каждые три дня не умещается, протягивается на более длительное время, один месяц, два месяца. Мы бы, конечно, еще хотели сказать, вот мы уже показывали этот журнал, он издается в Самаре, Самосковск, третий год, журнал «Самарские татары», просто готовится к изданию, этот номер июльский, готовится к изданию номер за июль, сентябрь месяц, сентябрь месяц, да, и мы, конечно, очень просим наших соплеменников, чтобы какие-то темы, информация, обратная связь, чтобы была, чтобы мы в журнале писали те вещи, которые наших соплеменников, горожан, жителей области интересуют, и важны для них темы, какие-то новые темы поднять, какие-то новые темы продолжить, чтобы это прозвучало. По религиозным теме, конечно, мы хотели бы очень, может быть, на отдельной передаче напросимся. У нас в этом году три года исполнения своих сложных и почетных, и ответственных обязанностей новый наш муфтий Талиб Хадзер Агирулин. У него в этом году три года, как он исполняет свои обязанности, свои, находится на этом посту. И еще мы хотели, конечно, вспомнить про то, что нас очень волнует тема продолжения и окончания реконструкции исторической мечети. К сожалению, в прошлом, в этом году она чуть-чуть застопливалась. Мы очень надеемся, что областные власти изучат резервы возможности для того, чтобы мы эту реконструкцию могли бы закончить в обозримом будущем, для того, чтобы эта мечеть стала украшением города, местом привлечения туристов, поклонения. Потому что эта мечеть планируется не только место богослужения, но и культурно-просветительный центр, и медресе для детей, и обучение татарскому языку, и какой-то маленький спортивный центр. То есть это будет большой культурный комплекс, национальный культурный комплекс. Хотелось бы добавить от тебя историческая мечеть. Она, мы тоже, видя, как школа Якталык очень хорошо справляет свои обязанности, но не может физически вместить их желающих. Мы уже хотим в этом году начать пилотный проект на базе нашей исторической мечети для детей-дошкольников, своего рода мусульманского бибиклуба. Дети тоже раннего школьного возраста могут посещать. Идет кропотливая работа. И, на самом деле, хотелось бы тоже поблагодарить администрацию Самарской области за всякую поддержку. Я, к сожалению, да, вынуждена вас прервать. У нас конец эфира. Я думаю, что все благодарности сегодня уже прозвучали. Вам большое спасибо, что пришли. Вам, друзья, всего самого доброго. До встречи. Все новости на site.news.ru, пожалуйста. Одежда ведущим предоставлена магазином «Мисс Бафос». Город Самара, улица Гагарина, дом 60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова